И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик посвящен одной интересной, замечательной краске, которая у меня на данный период времени появилась в гараже. Я ее нигде не палил, за исключением одного Блиц, если я не ошибаюсь, турнира. И после этого получил в свой адрес очень большое количество вопросов. Каким образом появилась у меня вообще краска, как так произошло, выбил ли я ее с контейнеров, выбил ли я с коинбоксов 100к, или как, или что, или что, или зачем. В общем и целом очень много вопросов по этому поводу, и сегодня я решил по этому поводу рассказать вам все, записать видос, и чтобы у вас после этого не было ни ко мне, ни по поводу краски, никаких вопросов. А если вдруг вопросы появятся, то я вам просто смогу сказать, чтобы вы посмотрели данный замечательный, интереснейший видеоролик. И соответственно у вас все вопросы просто пропали, и вы знали, каким образом появилась данная замечательная краска у меня в гараже. Я вот пока скрулю ее так долго ищу. Вот и она, танкойновый танк, та самая замечательная краска, с которой многие офигели. Многие подумали, каким образом она появилась, как она у тебя вообще, что это такое, да. Кто не знает, эта краска у нас выпадает с коинбоксов, либо ее можно, если я не ошибаюсь, купить в магазине. И если с коинбоксов, то вы должны выбить 100к танкойнов, и тогда у вас в гараже будет вот такая вот замечательная, интересная крашка. Крашка. Краска, конечно, не крашка. Я давайте запикаюсь в одну каточку, чтобы вы как бы... Ой, я забыл, что теперь тут только быстребой работает. Чтобы вы могли посмотреть на нее получше, наверное, в бою матчмейкинговом. Она выглядит, как по мне, очень даже красиво и интересно. Ну и главный вопрос, как она появилась. Я ее, друзья, не выбил. Я ее не выбивал. Ой, у меня еще и такая панель осталась. И что мне делать? Ладно, обновимся. Давайте, друзья, по-быстрому. Дабы сильно не затягивать. Я ее, друзья, не выбивал. Я ее не покупал. Эта краска была выиграна в рамках турнира Light Summer. И получена за третье место. То есть у нас было право выбора каждого игрока на одну не уникальную и не призовую краску. Соответственно, я сначала выбрал одну какую-то там другую краску. Так как думал, что танкойновый танк считается уникальной. И как бы как, ну, как бы подрасполагает и относится ближе уже к там всяким типам, типам призовым. Но на самом деле это не так. И я взял себе вот такую вот замечательную краску, на которой, по сути, сыграл всего лишь одну катку на блице. И то это было потому что, ну, не знаю, там чисто из-за рофла мне захотелось взять. А у ребят, которые смотрели трансляцию, появилось очень большое количество вопросов и возмущений. Каким образом ты не показывал, ты не говорил об этом. А у тебя вот такая вот замечательная жесткая краска имеется в гараже. И мы даже об этом ничего не знаем. Поэтому такой вот видос как бы уже об этом всем и выходит. Я не придаю значения особо вообще этой краске. И если бы я бы ее бы выбил, возможно, она бы мне приносила бы больше каких-то позитивных эмоций. И я бы, например, говорил бы о том, что это крутая краска. Она и вправду реально красивая. Но, как вы знаете, что у меня отношение ко всем краскам, ну, не такое, что я, там, горю, там, ими. Мне хочется, там, какую-то красочку получить, чтобы на ней кататься. Если эта краска не призовая, то, по сути, у меня никакого рвения к ней нет. Я отношусь абсолютно спокойно к любой краске, если эта краска не какая-то уникальная призовая, которую мне бы хотелось, например, получить долгое время. И потом, в конечном итоге, я ее получил. Тогда, да, для меня эта краска становится значимой. И я уже придаю к ней определенное значение. Ну, и там уже как бы история краски появляется. И я тогда уже на ней больше катаю. И она мне больше интересна. А так как это танкойновый танк, и он, по сути, ну, возможно, есть какая-то определенная история ее получения, так как она была получена за турнир. Но это было, во-первых, третье место. Во-вторых, это был лайт, который для меня, наверное, не является таким значимым каким-то турниром и форматом. Поэтому для меня эта краска не является какой-то сверх такой уж жесткой, крутой, о которой я должен так как-то говорить. Но, в общем и целом, сама краска мне как бы нравится. И если бы я был таким уж человеком, который там любит гоняться, любит одевать какие-то такие красивые красочки, то я бы, наверное, ко всему этому прочему бы сейчас бы очень гордился бы, что у меня в гараже есть такая краска. И я бы катал бы на ней, покадая, и радовался этому. Но так как у меня такого движения и мышления нету, то, соответственно, я этой краске ничего не предаю и лишь записываю один видос. И, наверное, после этого я даже, возможно, и больше никогда и не одену эту краску. Просто она у меня будет в гараже лежать. И будет, возможно, напоминать мне о том, что когда-то я выбил, вернее, не выбил, а выиграл ее в одном из турниров, в котором, по сути, могло все получиться совсем по-другому. И я бы мог вообще там не дотянуться до этой самой заветной красочки. Что касаемо, друзья, данной катки, все-таки многие ребята также говорят, что если я уже записываю видосы и разговариваю, то я должен хотя бы хоть как-то немножко стараться выигрывать катку. Поэтому давайте попытаемся хотя бы закончить эту катку на хорошей положительной ноте и хотя бы попытаться занять первое место. Остается здесь две минуты до конца. Мы ее точно уже турбо сливаем без шансов на камбэйчик. Но давайте хотя бы постараемся еще пару тропик-килов дать. То я на хоре-рельсе зашел, и у меня очков и килов вообще очень-очень-очень мало. И это как-то выглядит даже с какой-то стороны позорненько, позорненько, паршивненько. Поэтому давайте хотя бы пару тропик-кильчиков еще дадим. 5 килов остается там противника до конца катки. Ну а я в свою очередь попытаюсь еще чуть-чуть-чуть кильнуть. Чуть-чуть может быть у меня получится. Один килов есть. Один килов есть. И вот сюда бы еще бы кильчик дать. Оп. Ну давай-давай-давай-давай. Все-таки я на танкой новом танке. Он же такой имбовитый, имбовитый, привлекающий внимание противника, который тоже сразу же хочет тебя слить. Как-то так, друзья. Вот такая вот история данной замечательной краски. Надеюсь, что теперь ни у кого не будет никаких вопросов по поводу танкой нового танка. И теперь все будут знать, откуда он у меня появился. Если кому-то там, знаете, его выдавали там на халяву. И кто-то потом записывал там видосы о том, что он там выбил танкойновый танк. Там столько танкойнов выбил. Сам задонатил там еще что-то. Да, знаете, ну эти всякие там замечательные, суперские там люди, которые это делают. Да, они будут как бы показывать пальцем. То я абсолютно как бы на пофиг я отношусь к этому исключительно в рамках того, чтобы вы знали и не задавали вопросов в дальнейшем. Я записываю, как бы я сказал, что запишу, расскажу и все. Выглядит реально круто. И вот так даже приятно, если честно, на нее смотреть. Но я, как уже сказал, я не фанат каких-то красок. И я не гоняюсь за ними. Но вот как она переливается. Вот если бы так вот чемпиончик переливался. Было бы круто. Выглядит реально красиво. И переливается сама краска довольно-таки достойно. Вот такой вот видос у нас, друзья, получился. Если он зашел, если вам понравился. Если вы из него получили какую-то дополнительную информацию, которую вы хотели бы получить. То поддержите данный видос лайком. Мне будет очень приятно. Также, если у вас есть какие-то вопросы ко мне. Либо, возможно, какие-то дополнительные пожелания. То пишите их в комментариях. Я комментарии, конечно же, читаю. Не забывайте подписываться. Не забывайте прожимать колокольчик. Дабы не пропускать новые видосы. Которых в ближайшее время, я надеюсь, станет больше. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.